На Кубе туристы и местные жители публикуют в соцсетях огромное количество фотографий. На них момент взрыва метеорита и последствия. Пострадавших нет, но происшествие изрядно напугало многих. Учёные, прибывшие на место, уже проводят анализ обломков. Георгий Подгорный о том, что известно к этому часу. Выстрел, как из пушки. Луч света вспыхнул в небе. Что-то, охваченное огнём, принеслось над землёй. Так описывают очевидцы нечто в небе над кубинской провинцией Пино-де-Ли-Лио. Мы подняли голову и посмотрели вверх. Увидели след из дыма, который двигался на большой скорости. И затем удар. Горящий шар и затем каменный дождь. То, что на планету пожаловал метеорит, стало известно не сразу. На улице даже началась паника. Небесное тело разорвало ещё в воздухе. Кто-то рассказывает о разбитых стёклах, прожжённых крышах от осколков метеорита. Стены содрогнулись и даже телефонные линии оборвались. Мы все вошли во двор, чтобы посмотреть, что происходит. И увидели очень необычный дым. И нам стало очень страшно. А затем мы почувствовали удар и подумали, что могло произойти всё, что угодно. Мы зашли в дом, там падали части чего-то тяжёлого. В тот момент мы ещё не знали, чего именно. Во дворе лежали осколки камней, которые блестели, как будто бы были из меди. Сразу поползли слухи. Бомба, взрыв самолёта, шаровая молния и даже оползень. Может, подумали, что два раза метеорит в одну страну не бьёт, это второй пришелит за неделю. Впрочем, домыслы развеяли быстро. Сразу несколько метеорологических служб, исследователей и даже НАСА. У нас нет информации о том, что кто-то пострадал или понёс ущерб. В сети десятки фотографий. Учёные уже изучили состав метеорита. Железо, никель и силикат магния. Теперь вся кубинская провинция охотится на эти осколки. Для кого-то это станет трофеем, для других — сувениром, который можно будет продать туристам. Только все кусочки метеорита настолько разные, что вряд ли можно будет отличить обычные камни от настоящего вторжения из космоса. Георгий Подгорный, Виктория Гусева, Евгений Земцова, Вести.